Привет, друзья! Я продолжаю вас информировать о ситуации в Италии. Сегодня ночью, с 7 на 8 марта, председатель Совета Министров Италии Джузеппе Конте провел пресс-конференцию и выдал новый декрет, указ. Указ содержит более строгие национальные меры по сдерживанию чрезвычайной ситуации с коронавирусом. А именно, запрещен въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций, а также расширена контролируемая зона до Пьемонта и Эмилии-Романья. Итак, я назову сейчас провинции, которые стали красной зоной и поставлены на строгий карантин. Все новые положения действуют с 8 марта до 3 апреля. Отныне между этими провинциями движение заблокировано. Въезжать и выезжать из названных провинций разрешено только в случае крайней необходимости. Теперь на границах этих провинций стоят карабинеры. Полицейские силы, сказал премьер-министр, имеют право просить граждан, которые перемещаются по территории карантина, теперь отчитываться. Это не абсолютный запрет на перемещение, но необходимо будет мотивировать свое перемещение. Проезд в зону карантина будет возможен только для чрезвычайных ситуаций или проверенных рабочих потребностей, которые должны быть разрешены префектам. Отныне тем, у кого температура выше 37,5 градусов по Цельсию и людям с респираторными инфекциями без температуры, настоятельно рекомендуется оставаться дома, независимо от того, являются они положительными или нет. «Лично я связываюсь по телефону со своим лечащим врачом», – объяснил премьер-министр Конте. Это он имел в виду, что люди, которые даже без положительного коронавируса, теперь не имеют права сами идти в больницу, они должны только вызывать на дом врача. «Мы должны ограничить заражение вирусом и не перегружать больничные учреждения», – продолжает премьер. «Эти меры вызовут дискомфорт, но это момент ответственности за себя, а не за то, чтобы быть умным. Мы должны защищать прежде всего здоровье и жизнь наших бабушек и дедушек». Так, дальше, друзья. «Запрет на пребывание в залах ожидания скорой помощи. Теперь пациенты не могут находиться в приемных отделениях неотложной помощи. Я сейчас это поясню. Имеется в виду, что нельзя самим приезжать, приходить в пункты скорой помощи, только если бригада скорой помощи сама привезла пациента. Да, и доступ у родственников и посетителей в больнице также ограничен. В Ломбардии и в 14 провинциях бары и рестораны будут открытыми с 6 до 18 часов, и только если они гарантируют межличностное безопасное расстояние между клиентами не менее метра. В случае нарушения будет применена санкция приостановления деятельности таких заведений и штраф. Так, дальше. Торговые центры, магазины открыты только с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье они будут закрыты. Условия безопасной дистанции также должно соблюдаться в них. И моя доченька рассказала, что на супермаркете возле ее дома висит объявление об этих мерах. И что в супермаркет людей теперь впускают дозированно, небольшими группами, для того, чтобы соблюдать безопасную дистанцию там, внутри супермаркете. Кстати, в описании к этому видео будет ссылка, где вы сможете посмотреть небольшое видео, которое я скачала на сайте Курьера де ла Сера. И вы увидите в этом видео, как впускают людей в торговый центр и как держат безопасную дистанцию. Дальше. Школы и университеты теперь закрыты не до 15 марта, как объявлялось ранее, а до 3 апреля. Кроме того, преподавательская деятельность для школ всех уровней, для университетов и академий также приостановлена до 3 апреля. Что имеется в виду? То есть теперь карантин не только для учеников и студентов до 3 апреля. И если вы помните, это именно на них и распространялся карантин, а учителя и преподаватели ходили на работу и проводили онлайн-занятия. Теперь же преподавательская деятельность приостановлена. Так. Приостановлены экзамены для водительских прав. Закрыты спортивные залы, бассейны, спа-салоны, оздоровительные центры, музеи, церкви, культурные центры, кинотеатры, театры, пабы, дискотеки и аналогичные места. Приостановлены любые конкурсы, соревнования. Напоминаю, что это все касается названных 14 провинций. Так. Общественным транспортным компаниям предписано дезинфицировать транспортное средство несколько раз в день. Так. Дальше, друзья. Никаких свадеб и похорон. Никаких месс. Гражданские и религиозные церемонии, включая похоронные церемонии, приостановлены. Вот вы знаете, когда я читала этот декрет и вот эти новости, я, правда, не совсем поняла, как будут проводиться похороны. То есть этот момент нигде четко не прописан. Он не объясняется детально. И мы с доченькой предполагаем, что, скорее всего, имеются в виду церемонии свадеб и похорон в церкви. Конгрессы, встречи и мероприятия, в которых участвует медицинский персонал, приостановлены. Почему? Потому что сейчас в Италии наблюдается острая нехватка медперсонала. Два дня назад я читала в новостях, что врачей настолько катастрофически не хватает, что других узкопрофильных специалистов теперь переучивают и срочно это делают. И, например, те же невропатологи или урологи теперь должны стать пульмонологами и иметь возможность и уметь предоставлять медицинскую помощь. А также в Италии срочно призваны на работу 2000 медиков-пенсионеров. Кстати, вот эти врачи, которые на пенсии и которые сейчас призваны на работу, они не могут не согласиться, иначе они будут подвергаться санкциям. Вот это говорит о действительно очень серьезной ситуации и о нехватке медперсонала. Так, друзья, я очень кратко и объективно постаралась передать вам последние новости из первоисточников на сегодня, 8 марта. Я перечитала итальянские новостные сайты. Помните, что я всего лишь информирую вас. Я никак не комментирую данные факты и события, не даю им свою оценку. Я призываю вас не паниковать. Я сама себе этого не допускаю. При том, что моя доченька находится в самом эпицентре событий, в Милане, а я далеко от нее, в Киеве. То есть не паниковать, но быть информированными нужно. Друзья, я как всегда желаю вам всем огромного здоровья. Берегите себя и своих родных. И, пожалуйста, выполняйте все предписания врачей и власти. Это действительно важно. Будьте здоровы!